Начинаем занятие по программе Adobe Illustrator. Лекция первая. Интерфейс или рабочее пространство программы. Интерфейс программы состоит из главного меню, функции, которую мы будем изучать. Затем из горизонтальной панели опций, которая позволяет для выделенного объекта выбирать внутреннюю заливку, внешнюю обводку, толщину обводки и даже можно некоторым объектам задать opacity, непрозрачность, уменьшить непрозрачность. Очень важный нюанс, чтобы работать с объектом или объектами, их надо выделять. Выделяем объект самым первым инструментом. Черная стрелочка Selection. Программа Adobe Illustrator – векторная программа для высококонтрастной графики. В то же время ее называют объектно-ориентированной программой. То есть объект обязательно должен быть выделен, чтобы мы имели возможность работать именно с этим объектом, с ее заливками, обводками и с непрозрачностью. Каждый фрагмент или объект показывает абсолютно отдельную, другую панель опции. Если вы выделите текст, то обязательно увидите разные шрифты, их начертания и также будете иметь возможность выбирать размер букв. Панель опции, горизонтальная панель опции, находится в меню Window, называется Control, окно, Без этой панели очень тяжело работать, очень долго, поэтому очень рекомендуется ее всегда включать. Window, Control. Следующий элемент интерфейса – это вертикальная панель, панель инструментов. Панель инструментов можно сворачивать и разворачивать с помощью кнопки, которая показывает такие вот два треугольника в верхнем левом углу. Здесь, на панели инструментов, вы видите некоторые инструменты с треугольником в нижнем правом углу. Этот треугольник говорит о том, что инструмент не одинок, что там целый список инструментов. Вы можете открыть список инструментов, выполнив щелчок правой кнопкой мыши или просто правый клик по инструменту. Открывается список инструментов, вы выбираете любой инструмент, рисуете, выделяете черной стрелкой и затем уже работаете с внутренней заливкой, с внешней обводкой, с толщиной обводки и так далее. Правый клик, открыли список, выбрали подходящий инструмент. Если вам список довольно часто понадобится, то вам надо бы отделить этот список от панели инструментов. Отделить список от панели можно следующим образом. Выполнили правый клик, открыли список. Открыли список, подходим к треугольнику в правом краю и выполняем щелчок по этому треугольнику. Таким образом мы отделяем список инструментов от панели инструментов. Работаем с любыми инструментами, рисуем, закрашиваем, обязательно выделяя предварительно и можем смело после этого закрыть панель инструментов. Инструменты не пропадут, они просто будут здесь, на панели инструментов, в более компактном виде. Если надо выбрать более тонкие оттенки, которых нет вот в этих стандартных цветовых палитрах, то очень рекомендуется воспользоваться инструментами заливка и обводка. Конечно, объект предварительно выделяем. Выделена звездочка. Я подхожу к инструменту fill, заливка, и чтобы выбрать другой оттенок, я выполняю по инструменту fill двойной щелчок. Двойной щелчок открывает диалоговое окно color picker, выбор цвета, где я вяжу вертикальную полосу, это весь цветовой круг. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, и если делать полный круг на 360 градусов, мы и вернемся к красному цвету. Здесь на вертикальной полосе мы выбираем нужный цвет, а вот на соседнем поле мы выбираем уже оттенок. Оттенок, если вас устраивает, вы смотрите на верхний прямоугольник и нажимаете ОК. Также можно выбрать оттенок для строк, для обводки. Двойной клик по инструменту строк. Хочется коралловый какой-то оттенок, пожалуйста, более бледный. Пока не устроит верхний прямоугольник, ОК, не надо нажимать. Ищем цвет, ищем оттенок. Устраивает? ОК. Также вы можете менять местами эти цвета, заливку и обводку, двухконечной стрелочкой. Если хочется восстанавливать цвета по умолчанию, а по умолчанию всегда черно-белые цвета, то это маленькая пиктограммка. Маленькая пиктограммка или просто клавиша D. Клавиша D. Если у вас инструмент фил на переднем плане, то для фил, для заливки, вы можете выбрать однородную заливку, градиентную или отсутствие заливки. Звездочку поставлю сюда, чуть выше, чтобы вы видели, что там внутри звездочки нет никакой заливки. Однородная, градиентная или отсутствие. Если же обводка на переднем плане, строк, обводка, то вы для обводки выбираете однородный цвет, градиентный или отсутствие. Пожалуйста, выбор большой. Самый последний инструмент это разные режимы просмотра окна Adobe Illustrator. Либо инструмент нажимается, либо клавишный эквивалент буква F. Дело в том, что по умолчанию иллюстратор показывает все элементы и главное меню, и панель опций, панель инструментов, также плавающие палитры. И еще иллюстратор показывает вкладки документов. Если вы нажмете один раз на кнопку или клавишу F, то вы уберете вкладки документов. Если вы нажмете второй раз F, вы уберете абсолютно все панели и главное меню. Это сделано для того, чтобы вы, дизайнеры, оценили свою работу. Третье нажатие на клавишу F возвращает все панели и главное меню на свои места. И последние элементы интерфейса это плавающие палитры. Плавающими они называются, потому что они отделяются очень легко от правой границы окна Adobe Illustrator. Ухватившись за название панели, вы перемещаете панель в нужное место. Пожалуйста. Также, ухватившись за название, вы можете все панели возвращать на свои места. Абсолютно все панели без исключения находятся в меню Windows. Кстати, панель инструментов также находится в меню Windows и мы пользуемся по умолчанию панелью Default. Можно создать свою собственную панель, но в основном мы пользуемся по умолчанию Default панелью. Если вдруг вы случайно закрыли панели, я сейчас это специально делаю, и забыли, как они называются, вы не знаете, как называется панель, где цветовые ползунки или квадратики. Первое занятие. Вряд ли можно запомнить все названия панели. То вы вряд ли сумеете найти здесь, если не помните названия панели. Очень рекомендуется в такой ситуации не паниковать, а просто восстановить рабочее пространство по умолчанию. Восстановление рабочего пространства по умолчанию это в строке главного меню чуть правее. Открываем список. По умолчанию рабочее пространство Ascent Tiles мы просто обращаемся к команде Reset Ascent Tiles восстановить рабочее пространство. И все панели, в том числе и квадратики цветовые, и ползунки цветовые, все панели мы возвращаем на свои места. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова